всем привет сегодня будем разбирать механическую клавиатуру разным black windows вроде бы проблема в том что залипают некоторые клавиши некоторые клавиши залипают я уже их пометил для себя черным маркером и вытащил кнопки который поверх ну и начнем в принципе берем нашу клавиатуру откручиваем болтики у нас уже не откручены так вот раз два три 4 5 6 они скрываются от глаз за пластиками вставками так начинаем разбор поддеваем снизу и отщелкиваем потихоньку за счет раз тихонечку в одну сторону вторую все клавиатура разобрана наша сняли верхнюю крышку берем ее в сторону перед нами клавиатура которая держится на раз два три четыре на четырех болтах больше я не вижу по крайней мере откручиваем и так начинаем откручивать начнем справа 1 2 3 4 клавиатура должна сняться все вот она отходит спокойненько вытаскиваем тут уже была делана этот перепаивал контакты вот так вот вот она была сделана ну все в принципе сейчас посмотрим какие клавиши нам надо отпалять которые помечены черненьким обычные вот они сейчас достану обычные они у нас зеленые черные которые надо перепаять кнопок у нас кнопки мы не заказывали кнопки будем перепаивать с тех кнопок которые редко используем это кнопки client ins home pay sub принципе придется скролл лог допустим мы возьмем какую-нибудь кнопку от f12 или f11 которые редко используются так сейчас вытащим наш данный шнур расшатали и вытащили все что можно убрать в сторону шнур убрали теперь нам надо будет снять все кнопки абсолютно все чтобы они нам не мешали при дальнейшей работе все здесь пропылесосим протрем все щельки чтобы было все красиво тут видно пыль крошки еды как я понимаю и все лишнее уберем сейчас на данный момент и будем потихоньку перебираться сюда к перепайке все стороны будем все делать так вот все сделали протерли теперь будем выпаивать рабочие кнопки затем переставлять их на место те где залипать клавиши начнем выпаивание берем флюс берем олово отсос пряльник уже разогретый на 350 градусов так запоминаем нашу кнопку вот она чего черненьким помечено переворачиваем ее так что посмотрю вот вот наша кнопка два контакта у нее сейчас будем выпаивать носить чуть-чуть флюса прям капельку хватит берем олово отсос поляльник раз не попал так ну-ка посмотрим все ну-ка чуть 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 паяем кнопка сама вылетит наверное так предполагаю кнопка шатается так еще чуть-чуть так вот что-то не выходит с этой стороны наверно чуть-чуть вытаскиваем нашу кнопку все кнопку вытащили легко это на легко просто отпаяли кнопка вот она которую нам надо было выпаять вот ее два контакта выпаяли и просто выдавили ее нажав на элемент кнопки идем дальше выпаяли все кнопки которые нам не нужны далее будем выпаять вот с этой зоны и дальше перепаивать их которые плохо работали то есть кнопки которые плохо работали будем использовать там где кнопки не сильно нужны то есть вот эти данная зона там вверх-вниз перемещение скроулок допустим вот и которые нормально работать мы их перенесем в данную ситуацию где у нас кнопки плохо работали и все далее я вам покажу закончу уже полностью работу так при разборке клавиатуры не перепаять я решил разобрать клавишу и посмотреть почему же все таки залипают клавиши разбираем разбирается очень легко поддевается сух осторож поддеваем вскрываем кнопка состоит из вот этих компонентов пружинка это все аккуратно вытаскивается убираем эту данную часть в сторону остается вот эта часть которая отвечает как раз за нажим состоит она из двух пластинок метных вот одна аккуратно вытаскиваем ее раз чтобы пластинки между собой соприкасались они должны изначально соприкасаться с друг другом так как они разделяются другим механизмом а при нажатии кнопки они заново залипают поэтому вот данную метну должны больше дать расширить ее должны грубо говоря мы ее расширяем чутка и вставляем обратно так сейчас я вставлю все поставили на место и закрываем кнопку обратно так пружинка вылетела опа так поднял я значит пружинку затерялась очень далеко вставим ставим вот этим образом пружинку на место и ставим кнопку на место вот соединяем все это таким образом до щелчка раз и слушаем теперь вот я сейчас ближе к микрофону теперь образовывается стук который и есть соединение двух контактов ну вот мы закончили перепайку контактов кнопок перепайку кнопок закончили мы и проверили в таком состоянии все кнопки рабочие кроме тех которых на которые места мы переставляли то есть рабочие кнопки это вот не часто используемые то есть которые часто нам нужны были мы их припаяли проверили сейчас будем собирать полностью клавиатуру и уже клавиатура будет готова ну вот собрали в принципе клавиатуру сейчас будем ставить кнопки и проверять итак расскажу что мы в этом видео научились делать просмотрели механизм кнопки научились исправлять причину кнопки теперь все кнопки рабочие полностью также посмотрели как сама клавиатура выглядит внутри